Утро на Болткоме 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 А экономическая теория – это совершенно правильное использование денег, когда можно взять деньги в долг для того, чтобы стимулировать экономику и раздать именно для поддержания предпринимательской деятельности. То есть нет более правильного решения на сегодняшний день, чем именно такое. Более того, смотрите, допустим, Инна Штейнгука, она говорит, что сейчас у нас уровень безработицы 8%, она говорит, что реальный уровень безработицы мы увидим только в тот момент, когда закончится выплата пособия по простою. И она говорит, что когда закончатся вот эти субсидии все, то есть и поддержка государства бизнесу, что последуют массовые банкротства предприятий, массовые банкротства. В это же время Министерство экономики делает прогноз на рост экономики, опираясь на что? Опираясь на то, что вырастет частное потребление. Частное потребление упало больше всего. То есть с начала пандемии у нас ВВП изменилось на минус 3,6%, и 10% у них составляет падение частного потребления. Частное потребление – это то, что дает хозяйство на поддержание своей жизнедеятельности. И если мы сейчас прекращаем выплату пособий по простой, субсидий по зарплате, вот это единоразовое пособие для детей было выплачено, то за счет чего будет расти частное потребление, если с одной стороны государственные органы ожидают массовое банкротство, и с другой стороны они ожидают рост экономики за счет увеличения частного потребления. То есть его никак не будет. Далее, значит, в этом же заявлении упомянуто, что какие-то ограничения снялись, и поэтому рост экономики мы можем ожидать. Какие ограничения снялись? То есть у нас в результате пандемии пострадала, например, та же туристическая отрасль, отрасль туризма. Она сейчас не восстановится никоим образом. Там куча людей, которые останутся без работы, которые уже на сегодняшний день остались без работы. Более того, государственная поддержка, она даже, то есть ее отменять сейчас совершенно невозможно, хотя бы без введения дополнительных инструментов поддержки. Например, совершенно тема, которая осталась в тени, я об этом все время везде говорю, это кредиты, допустим, те же гостиницы, которые в последнее время у нас открывались достаточно активно. Туристическая отрасль составляет очень весомую часть в нашем ВВП, эти гостиницы очень многие строились, допустим, за счет кредитов. И это касается не только туристического бизнеса. Многие компании в 2018-2019 году получали кредитование на развитие производственных, на закупку производственных средств, средств производства. государство в виде «Алтума» прогарантировало весной кредитные каникулы многим предприятиям, которые уже закончились. И это значит, что предприятия в конце, то есть при выходе из кредитных каникул получили платеж еще более высокий, чем они рассчитывали ежемесячно его платить в тот момент, когда кредит получали, исходя из того, что их бизнес будет развиваться на фоне благоприятной экономической среды. Сейчас, если влияние кризиса не закончилось, то есть какие послабления введены? Никакие. Открылось, как несколько магазинов, условно говоря. Больше ничего не произошло. То есть если мы снимаем сейчас помощь, то предприятия получают кредитную нагрузку, которую они не в состоянии нести. И действительно, я согласна с Инной Штенбукой, которая говорит, что последует массовое банкротство и последует массовая безработица. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что необходимо Алтуму немедленно прогарантировать возможность получения не только кредитных каникул, но и перенос срока кредитных договоров, чтобы предприятия могли растянуть кредитные, то есть обязательства и уменьшить ежемесячный платеж, который позволит им не зайти в банкротство и продолжать уплачивать, как бы гасить свои обязательства. То же касается частного потребления. То есть если мы хотим, чтобы частное потребление росло, то государственная поддержка, несомненно, должна продолжать оказываться. У нас, кажется, есть звонок из эфира. Да, есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Так вы можете назвать цифру, разницу денег, которые выделены суммарно от киброфондов и которые выделены здесь предприятиям? То есть сколько осело у Виттенберга с рейерсом на руках? Да, спасибо. Возможно как-то действительно оценить, уточнить? Сколько получили предприятия в виде конкретной помощи и сколько было выделено? Да, эта цифра все время меняется. И та цифра, которая озвучена вот в этом заявлении, она соответствует действительности. Но дело в том, что те цифры, которые нам кажутся совершенно фантастическими, допустим, да, вот, то они для стимулирования экономики не являются достаточно какими-то крупными. То есть у нас, смотрите, у нас ВВП составляет в абсолютных цифрах 29 миллиардов евро. 29 миллиардов евро. Если мы говорим про 320 миллионов, это совершенно незначительная сумма, которая необходима для того, чтобы поддерживать оборот предприятий, которые терпят сейчас, ну, фактически, как бы, крах. Ну, 320 плюс выделенные 126, и того уже почти полмиллиарда, 446. 126, которые только сейчас выделены, и распределяться они будут уже как-то достаточно осторожно, на самом деле, на страничке вида уже с февраля, уже с февраля висит предупреждение, что после 15 марта будет очень тщательно оцениваться необходимость и потребности предприятия в получении господдержки. То есть когда в феврале эта новость была опубликована на странице ВИД, то есть все ожидали, что, видимо, есть какие-то прогнозы о том, что вирус будет отступать, и что в конце марта все ограничения будут сняты. Тем не менее, вот пристальное внимание к зданию поддержки, и вот уже заговорили мы о том, что ее нужно вообще отменить, звучит, а ограничения, тем не менее, не снимаются, и каждый день говорится о том, что кумулятивные, как бы, вот эти вот показатели, они растут. Нам, к сожалению, нужно заканчивать, время выходит. Огромное спасибо. Спасибо вам. С нами на связи была Татьяна Латышева, финансист и предприниматель, которая прокомментировала, во-первых, выделение дополнительных 126,5 миллионов на поддержку бизнеса в дополнение к уже до того выделенным 320, и заявлению Каринша о том, что пора думать о прекращении государственной поддержки пострадавшим от кризиса предприятиям, и по мнению нашей гости Татьяны Латышевой это все приведет к волне, к массовому банкротству и росту безработицы, к сожалению. Ну и вот на этой не очень оптимистичной ноте мы должны будем завершить наше сегодняшнее утро на Болткоме. Спасибо большое. Да, спасибо, Татьяна. Тем не менее, всем хорошего дня.